У нас в гостях эксперт Александр Иванов, руководитель направления 1С, бухобслуживанием компании «Дело». Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Ну, самый, наверное, главный вопрос. Мы, конечно, с Ксенией далеки от бухгалтерии, но четко знаем, кто нам выдает зарплату. И так повелось, что в основном все бухгалтеры – это штатные сотрудники. Однако в Первоуральске все больше набирает обороты тенденции именно бухгалтерского аутсорсинга. Что это такое и чем, например, отличается от бухгалтера в штате? Что такое бухгалтерский аутсорсинг? Это передача части полномочий компании, несвойственных ей функций. То есть не каждая компания может себе позволить держать бухгалтера в штате. И она передает эти функции компании, которая делает это качественно, в принципе, даже за меньшие деньги, чем если держать бухгалтера в штате. Им не надо платить зарплату, выделять рабочее место, ну и как бы некая экономия на программном обеспечении. Вот смотрите, бухгалтер, например, который в штате, он постоянно находится на рабочем месте. То есть можно всегда к нему прибежать, решить какие-то вопросы. А как в таком случае вопрос именно сотрудничества выстраивается с бухгалтерской компанией? Соглашусь с вами, бухгалтер не всегда на рабочем месте, он может заболеть, уйти в отпуск. В случае с аутсорсинговой компанией такого, как правило, не должно происходить. Все наши сотрудники, они всегда на месте, если кто-то заболел, друг друга заменяют. Бухгалтер в штате, это бухгалтер, который, ну, как правило, руководители их начинают куда-то отправлять непосвойственным бухгалтерским задачам и функциям. А аутсорсинговая компания, мы выполняем четко ограниченный круг действий, который нам поручили. Если руководитель компании хочет поручить нам что-то несвойственное, да, мы не отказываемся, мы просто говорим, что это доп. услуга. Вот, но всегда, как бы, приходим на помощь и помогаем нашим клиентам. У фирм бывают, конечно же, разные ситуации и не всегда приятные. И бывает, конечно, такое, что бухгалтер может встать и уйти. А как будет здесь, да, в такой ситуации именно с бухгалтерской компанией? То есть не произойдет ли ситуация, когда будет расторган договор в случае наступления этих трудностей? Такие случаи иногда случаются, но, по крайней мере, у нас это все регулируется договором. Мы не можем просто взять и уйти. То есть мы, как минимум, если это происходит по нашей инициативе, а такое иногда случается, я могу сразу сказать, мы обязаны предупредить клиента за 30 дней и, соответственно, за все это время подготовить дела к передаче, подготовить архив, все, что касается деятельности клиента, передать ему по акту приемки передачи. Чем ваша компания отличается от других и почему нашим зрителям, например, стоит обратиться именно к вам? Ну, во-первых, мы партнеры проекта 1С Бухобслуживания в городе Первоуральске. То есть все наши клиенты, они получают доступ к облачной базе 1С Бухгалтерия. То есть у них есть возможность самостоятельно заводить какие-то первичные учетные документы, выписывать счета к контрагентам, делать отгрузки и так далее. В любой момент человек может проконтролировать показатели своего бизнеса. Плюсов, на самом деле, очень много. Тот подход именно к ведению бухгалтерского учета, он уникальный на самом деле, потому что сам процесс оказания услуг – это как такое мини-производство. У нас каждый сотрудник в каждый момент времени знает, какую задачу ему выполнять. Он никогда не забудет, я не говорю про заданную отчетность, именно про мелкие задачи, которые нужно выполнить для достижения общей какой-то глобальной цели. В итоге подготовить отчетность, задать ее и уйти спокойно в отпуск, как говорится. Мы, наверное, единственная компания, опять-таки, в городе, у которой ответственность застрахована на более чем 2 миллиона рублей. Мы благодарим вас за нашу встречу, поздравляем вас с Днем Бухгалтера, еще раз напоминаем, друзья, у нас сегодня в гостях был Александр Иванов, руководитель направления 1С Бухобслуживания Компании Дела.